На Черноморском побережье повышенная концентрация успешных топ-менеджеров, руководителей, предпринимателей. Здесь проходит конкурс «Лидеры России». В коридорах Большого Сочинского медиа-центра бок о бок ходят те, кто мечтает управлять страной, городами, департаментами и большими госкорпорациями. Отборочная сита очень мелкая – 200 тысяч первоначальных претендентов, но до Сочи дошли лишь 300 финалистов. От Тюменской области 6 человек, 5 мужчин и 1 девушка. Цель моего участия в конкурсе была стать лучше себя вчерашней. И я думаю, что основную цель я уже достигла. Я не боюсь совершенно. Безусловно, есть волнение, потому что есть любопытство, есть волнение, потому что хочется попасть в сотню лучше, хочется еще чего-то больше доказать себе. На первых этапах конкурса было больше молодых людей до 35 лет, но в итоге победил все-таки опыт. В среднем стаж управленческой работы от 7 до 15 лет и возраст уже за 30. Почти половина руководит в сфере услуг. Чуть больше 20% в строительстве, 15% в образовании, IT и науке. Я не строю никаких далеко идущих планов. Конечно же, я горжусь тем, что я попал в число финалистов. Все-таки 300 человек из 200 тысяч. Это такой достаточно большой отбор, большое сито. Мне очень приятно, что я попал в финал. Безусловно, я очень хочу победить. Я буду стараться приложить все свои усилия для того, чтобы этой цели достичь. Первая цель достигнута. Каждый из 300 финалистов получает 1 миллион рублей на образование в России. Любая международная конференция позавидовала бы такому звездному составу людей. Главной целью которых будет поработать вместе с вами. Их задача присматриваться и выбирать себе тех, с кем в ближайший год каждый из наставников выбирает одного, двух, трех человек себе в качестве подопечных, с кем в течение года он будет делиться всем своим опытом, всеми своими навыками. Звездный состав. Это министры, губернаторы, топ-менеджеры, крупные бизнесмены. Они отберут 100 лучших управленцев и помогут им войти в высшие эшелоны власти. Ни за красивые глаза, ни по знакомству здесь играют роль только их достижения, амбиции и желания. Конкурс окрестили кадровым лифтом. И, как отметил Кириенко, это первая остановка. Знаете, это большое дело в этой стране. У нас многие поругивают, говорят, что вы все давно расселись, управляете долго, даете молодежи подниматься на веток. Это неправда, во-первых. Если вы посмотрите на тех молодых губернаторов, которые были назначены в последнее время, вы можете посмотреть. А это может быть самое важное звено государственного управления, потому что губернатор зависит непосредственно от жизни на местах. Чтобы жизнь на местах была лучше, в Сочи сотворили настоящую кузницу интеллектуальных кадров. Это бесконечные мастер-классы, встречи, знакомства. Министр иностранных дел Сергей Лавров делится магией дипломатии. Не менее важное качество, это уже, так сказать, в более личном контексте для каждого дипломата, это устойчивость к стрессу. Надо быть готовым к очень интенсивной работе, к ненорментному рабочему дню, к физическим, психологическим перегрузкам, к длительным заграничным делам, в том числе в странах, где и климат не очень благоприятный, и где неблагоприятная военно-политическая установка. Эти мастер-классы на личных примерах помогают конкурсантам понять, какие сюрпризы может преподнести управленческая работа. Экс-министр финансов Алексей Кудрин рассказывал, как лихо рос ВВП в начале 2000-х и какие решения и шаги нужно было сделать для больших скачков экономического развития страны. Конечно, отметил, что зачастую эффективным менеджерам интереснее в бизнесе. Там больше платят, больше динамизма, меньше ограничений регламентами. Вот сегодня нам нужно создать новую модель управления. Вот со старой все, мы не работаем, мы не конкурентоспособны, сюда, я бы сказал, даже более жестко. Сегодня негативный отбор идет в государственную службу. То есть приходят не самые лучшие, а приходят зачастую те, кто просто впоследствии желает воспользоваться административным ресурсом госслужбы. И мы сегодня видим, что государство избыточно регулирует, избыточно запрещает, избыточно контролирует. Вот эту модель мы должны пересмотреть. Государство со своими принципами управления осталось, в общем, серьезно позади. С таким управлением мы не решим тех, я бы сказал, продвинутых и прорывных задач, которые мы говорим. Новые лидеры России – это креативные и инициативные люди, смелые. Все эти люди выбрали очень трудный путь – конкуренцию среди лучших. Зачем им этот конкурс? Они все хорошо устроены, получают хорошую зарплату. Они могли спокойно сидеть на своих местах и не носиться по всей России, не конкурировать с десятками тысяч своих коллег. Но, тем не менее, они выбрали трудный путь, они двигаются вперед, они доказывают еще раз себе и всем, что они могут. Это те люди, которые нужны нашей команде. Это главный принцип. За закрытыми дверями Сергей Собянин дал мастер-класс управления городом. Задачи схожи с целями управления огромной корпорацией и задачами в бизнесе, только в сотни раз больше. Журналистам он признался, что узнает в этих людях себя. Они готовы рисковать, уехать с насиженных мест и начинать все с нуля. Разговаривали о том, что город, с одной стороны, это огромная корпорация и многие задачи, они сходны с теми задачами, которые решает бизнес в своем коллективе. Просто по масштабам это в тысячу раз больше. И помимо вопросов экономики, управления, огромные пласты социальной политики, взаимодействия с миллионами людей. И это такой труд, на который надо решиться. О том, как взаимодействовать с миллионами, говорили и губернаторы действующие. На встрече шесть глав регионов. До выступления у аудитории измерили их карьерные амбиции. Лишь 17% гослидеров хотели стать губернаторами, большинство министрами или руководителями крупных компаний. Губернаторы Тюменской, Самарской, Калининградской и других областей начали честно рассказывать не о плюсах их должности, а о том, какие жизнь подкидывает сюрпризы и даже как они совершали ошибки. Владимир Якушев, один из наставников проекта, рассказал, что произошло в Тюмени в 2011 году из-за неправильного решения с перераспределением маршрутов между муниципальным и частным транспортом. Замешать маршруты так, чтобы частники, которые двигаются по маршруту, часть маршрута была в прибыли, часть маршрута была в убытке. То есть пересмотрели полностью маршрутную сеть, вроде бы готовили население к этому, целый месяц давали информацию. И после того, как запустили новую маршрутную сеть, возник полный коллапс. Тогда решение пришлось отменить и в течение года выстраивать новую схему. Истории о страхах и ошибках было немало. Например, Андрей Клычков отметил, что самый сложный день в новой должности для него был первый, когда приехал в Орловскую область и сразу узнал обо всех проблемах. Когда ты приезжаешь и просто вызываешься из замок и начинаешь выяснять, кто за что отвечает, какие полномочия, какие проблемы, обычно тебе сразу расскажут все проблемы, которые есть, и ты их сразу себе закисываешь и пытаешься понять, что с ними делать. И, наверное, самое главное – пройти однодневный рубеж и дальше уже понимать, что ты делаешь, как ты делаешь. Бизнесменам и управленцам найти пять дней для поездки в Сочи без возможности отвлечься на рабочий процесс было сложно. Каждый день приносил вызов для конкурсантов. График жизни лидеров России с 8 утра и до 10 вечера. Разные по сложности, но одинаковые по накалу страстей дни. Самый ответственный для участников день – работа в группах. Три, два, один, время пошло. Здесь их оценивали и подмечали лидеров. Сегодняшним спикером на одном из заданий у меня был Владимир Владимирович. Мы решали вопрос стратегического развития Тюменской области. В общем-то мы с заданием справились. Владимир Владимирович нас поблагодарил. Вот мы группой смогли описать перспективы, выработать такую креативную стратегию развития Тюменской области. 18 участников пожелали попасть к Владимиру Якушеву в команду, но будет только два счастливчика. Мы постоянно говорим о вопросах, связанных с формированием нашего кадрового потенциала. Но если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Поэтому если сегодня мы не будем принимать участие в подобных конкурсах, если мы сегодня не будем заниматься формированием будущего кадрового потенциала России, но потом сами себе и будем задавать вопросы, когда у нас открывается какая-то позиция ключевая, руководитель департамента, руководитель какого-то отдела, заместитель губернатора, а мы не можем найти людей. А мясной и книжный магнат, наставник Вадим Дымов признался, за столами сразу видны лидеры. У них есть определенный набор качеств, и они проявляются в любой ситуации. Основательность, спокойствие, доверие. Волей-неволей всегда кристаллизуются лидеры в группе. И будет это 100 человек, 1000, может быть даже страна. Всегда кто-то какую-то функцию на себя принимает. 103 победителя стали известны на пятый день. Два из Тюмени – Никита Куликов и Максим Скворцов. Оба из банковской среды. Один из девизов этого конкурса – «Стань улучшен, докажи, что ты лучший управленец». Моя профессия – управленец, я руководитель. Я занимаюсь этим больше 18 лет. И, конечно же, узнать о том, правильно ли я иду, свои сильные и слабые стороны – это очень важно. И такие конкурсы помогают сверить свои внутренние часы с тем, что сейчас происходит. В ближайший год у них будет колоссальная работа над собой. Ежемесячные встречи с наставниками и учеба в лучших учебных заведениях страны. Первая награда – встреча с президентом. В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и просьбы даже со стороны различных наших коллег. Общался с Путиным и Никитой Куликов. Его наставником стал Сергей Собянин. Он отметил, что конкурс дает понимание, кем ты являешься в настоящий момент и какие у тебя перспективы. Считаю, что в 21 веке можно и даже, может быть, стоит двигаться командой в большей степени. У меня есть очень хорошая команда профессионалов, которые работают вместе со мной. Если получится, нам предварительно дали добро тот самый миллион, я бы хотел потратить не на свое обучение, а именно на обучение команды своей, чтобы вместе прошли какой-то курс. Второй финалист Максим Скворцов сразу стал получать новые предложения о работе. Карьера и так всегда шла в гору, но победа в конкурсе лидеры России молниеносно принесла дивиденды. Банковский управленец с 18-летним стажем получил предложение губернатора. Стал руководителем Тюменской агропромышленной лизинговой компании. Наш дом, наша семья, наши дети – это то, с чего начинается Родина. Так же, как и наш двор, где мы сейчас находимся. Многим кажется, что мы очень мало на что можем повлиять. Но на самом деле, если мы захотим, мы можем очень много. Люди с лидерскими качествами всегда проявляют себя и везде. Еще пять лет назад, как отличный организатор и управленец, Максим Скворцов проявил себя в собственном дворе. После сдачи дома застройщикам помогал собирать всех жильцов и решать проблемы. Его, видимо, управленческий, организационный опыт, он нам очень хорошо помогал. Во-первых, и как ведущего собрания, да, то есть он умеет работать с людьми, умеет ставить очень грамотно вопросы, по которым необходимо принять решение. Жена Оксана объясняет, стихия мужа – бесконечная учеба и повышение квалификации. Я первая поклонница своего мужа. Я знаю, что он очень сильный по характеру, очень знающий, умеющий. Я не сомневалась, что вот эта победа, она все равно приведет к каким-то большим, не знаю, высотам в его жизни. Он такой человек, которому в жизни постоянно нужно чего-то добиваться нового. И несмотря на взлеты в карьере, Максим уверен, одно из главных качеств для управленца – находить время для семьи. Лидер для всех должен быть лидером. Раз уж я управленец, я должен управлять собой. Временем нельзя управлять, оно от нас мало зависит, но если я управляю собой, то я всегда выделяю время на свою семью. Конкурс «Лидеры России» организаторы намерены сделать ежегодным, а пока целый год у финалистов на покорение новых вершин самыми лучшими наставниками страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова